Всем здравствуйте, меня зовут Елена, канал Счастливая Улитка. Перед Новым годом я снимала, показывала расхламление. Тогда я избавилась от обуви принтера, купила новые короба и разложила вещи по ним. В этот раз я решила, что мне не нужны некоторые старые вещи. Можно сказать старинные, они времен СССР. И, ну, некоторые обычные вещи тоже покажу, которые я сейчас ношу, от них я тоже избавилась. У меня получилось почти ретро-расхламление. Я начала с тканевого конверта, времен СССР, с гвоздикой. Конверт большой, интересный, и ему больше 40 лет, гораздо больше, чем 40 лет. И он мне не нужен. Он просто лежит, и уже от старости стал покрываться пятнами. Размер конверта в ширину 40 см, в длину 68 см. Этот конверт уже у новой хозяйки, которой он очень нравится, и которая сказала, что найдет ему применение. У меня есть две шкатулки для рукоделия времен СССР. В этих шкатулках хранились нитки, пуговицы, в общем, швейные шкатулки для швейных принадлежностей. Им примерно по 40 лет. Они очень интересные, и они просто так стоят. В них я ничего не храню, я их никак не использую. И они у меня просто занимают место. Да пока они занимают достаточно много места. И уже начали желтеть от старости. У них сломаны крепления. Эти ящики, они должны были крутиться. Но там был пластик, и они уже сломались. Новой хозяйке их нужно было отправить почтой. Но оказалось, что мне рядом в магазинах закончилась пупырка. Или, как ее правильно называют, воздушно-пузырьковая пленка. Именно тогда я и узнала правильное название пупырки. В общем, обижала я все, что было рядом в магазине. Так ничего и не нашла, и решила упаковывать во все, что есть под руками. Они пластиковые, и они достаточно хрупкие. У меня есть немного пупырки. Я заверну в нее. Но этого мало. Они хрупкие. Они действительно хрупкие. Если вот их уронить, мне кажется, они разобьются. Поэтому я решила попробовать упаковать при помощи бумаги. Как когда-то упаковывали в Советском Союзе. Ну, собственно, я и упаковываю шкатулки СССР. В общем, упаковываю. Проложила мягким внутри шкатулок. И мне недавно присылали в посылке. Там была вот с воздухом такая штука. Не знаю, как она называется. Я ее положила между шкатулками. И затем обе шкатулки вместе обмотала пупыркой. Но мне кажется, этого мало. Вот в таком виде, как оно есть, пупырки сразу положить в ящик и отправить. Ну, мне кажется, так не нужно делать. В ящик я внутрь, вниз положила бумагу. Потом эти коробки в пупырки. И опять бумагу. И сверху бумагу. В итоге все это заняло очень много времени. Я очень долго их упаковывала. Но это того стоило. Шкатулки дошли в целости. Настольная лампа. Она крепится к столу и она гнется. У нас она уже не используется. Она работает, несмотря на то, что провод завернут уже изолентой. Но это уже от старости. Там и вилка такая, как сказать, СССР. Она в наших розетках в некоторые не лезет, в некоторых не держится. Этой лампе более 40 лет. Причем достаточно больше 40 лет. Светит хорошо. Я засняла, как она светит. Но мне она правда очень нравилась. Но мы ее не использовали. А нового хозяина, как он сказал, она уже очень радует. Она ему очень нравится. Дальше я вспомнила, что у меня есть черное платье, которое я уже давно не ношу. Первое черное платье с пайетками. Инсити, 44 размер. Оно мне очень нравится, но оно мне широкое. Я когда его покупала, оно мне было широковато, но я все равно его купила. Я его один раз всего лишь надела на праздник. Ну и, собственно, все. Оно мне широкое. Висит и висит. Место занимает. Красивое, яркое, блестящее. В итоге я решила, что ему пора найти новую хозяйку. Я сейчас пытаюсь вам показать, как оно блестит и сверкает. Переливается. Это платье уже нашло новую хозяйку, которой оно подходит по размеру. И которой оно очень нравится. Еще одно платье с черной сеточкой поверху, наверху. Оно тоже лежит, я его не ношу. В нем ходила на корпоратив. Это мохито. Оно свободное, оно не облегает. Оно красивое. Платье сзади полностью по всему платью замок. Его очень удобно надевать. Очень нравилось. Но оно уже очень давно висит, и я его не ношу. И оно уже тоже радует новую хозяйку. Черное блестящее платье. Я его шила на заказ. Я хорошо помню, как я ездила много раз. Мне его шили, мне его делали. Оно правда очень красивое, оно мне очень нравится. Но, к сожалению, когда мне его шили, мы договаривались на одну длину. Оно и так должно было быть мини, короткое. Но девушка, которая мне шила, она решила, что она лучше знает. И шила мне его еще короче. Оно очень мини. Я носила его всего один раз. Оно на тонких бретельках с качелькой. В общем, оно такое, как я хотела. С тканью, какой я хотела. То есть, все идеально. Но, к сожалению, оно короткое. И сейчас оно мне несколько большевато. Но самое главное, оно короткое. Оно просто висит у меня, я его не ношу. И это платье достаточно быстро и легко тоже нашло свою новую хозяйку. Которое оно радует и которое оно подходит по размерам. Платье черное. С завязками и открытой спиной. Красивое платье, которое я тоже носила только один раз. Мне оно очень нравится. Внизу очень свободная юбка. В нем очень интересно танцевать. Эта юбка летает. Очень красиво. Но, наверное, хочется чего-то другого. Это платье нашло свою новую хозяйку. Блестящие ремни. Вот эти блестящие ремни у меня просто лежат. Уже не первый год. Я их надевала по разу на праздники. Они красивые. Они блестящие. Один с пайетками, один просто с плесками внутри. Но они все лежат. Я их больше не буду носить. Так что эти ремни тоже уже нашли свою новую хозяйку. Теперь гамаши времен СССР с этикеткой. И, кажется, я опять вернулась к вещам времен СССР. Выпуск 1990 года. То есть им 34 года. Будет 34 года в этом году. И они детские. Просто лежат. Теплые, хорошие, новые, с этикеткой. И просто лежат. И просто занимают место. Но мне они не нужны. В итоге. Новая хозяйка написала слова благодарности. Она рада. Они ей очень нравятся. Мне, знаете, очень приятно, когда человеку очень нравится вещь, которая вот... Мне она не пригодилась. Мне она не нужна уже. А человеку она понравилась. И человек пишет, как ему это понравилось. Сумочка. Клач с пайетками. Инсити. Я брала его с собой всего один раз. На мероприятии. И потом он у меня просто лежал. Он вместительный, интересный, красивый, блестящий. На цепочке. Когда на него падает свет, он искрится. Мне он очень нравится. Но. Последнее время руки к нему не снулись. И в итоге он у меня лежит. И лежит. И лежит. И просто лежит. Ну, сколько ему можно лежать. Решила, что ношу другой клач. Значит, это найдет новую хозяйку. Ну и, собственно, он очень быстро нашел новую хозяйку. Шуба искусственная. Не ношу уже лет пять. Она просто висит. Решила, что носить я ее больше не буду. Шуба очень теплая. И есть еще один такой момент. Она мне большевата. Но она очень теплая. Я решила, что я ее не ношу. Она просто висит. Значит, пора искать новую хозяйку. И теперь ее носит девушка, которой она впору. Которой она очень нравится. В этот раз у меня получилось избавиться от ретро-старых вещей времен СССР. И от моих вещей сейчас, которые я ношу, которые я носила раньше. Современных, блестящих. Вот такое небольшое видео с расхламлением у меня получилось. Вы знаете, все вещи, которые я показала в этом видео, они все уже обрели новых хозяев и хозяек. Это все видео на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.